Критерии, по которым определяют, нуждается ли семья в социальной помощи, в скором времени изменят. Подход к учёту доходов и определение состава семьи будет единым для всей страны. В новом законопроекте понятие «домохозяйство» заменят на семья. В состав семьи будут включать заявителя, супруга несовершеннолетних детей и детей студентов от 18 до 23 лет, которые учатся по очной форме. Доходы бабушек, дедушек, братьев и сестёр учитывать не будут. Таким образом, на поддержку от государства смогут претендовать больше семей. Также появится возможность подавать заявление о назначении социальной помощи в электронном виде через госуслуги. Сейчас в Управлении социальной защиты Сарова материальную поддержку могут получить несколько категорий граждан. Производятся выплаты семьям и участникам специальной военной операции. С членами семей СВО заключается военный социальный контракт, и семьи получают выплаты на детей, льготы по кварплате. Обращаются в школы, и в школах детей кормят бесплатно, они посещают кружки. В этом году выплаты для малоимущих имеют право получать семьи, в которых доход меньше 13 513 рублей. Они могут оформить выплаты на детей, на питание, а также подать обращение на получение жилищной субсидии. Оформить заявление на соцподдержку можно и через госуслуги. Но по наблюдениям сотрудников, в этом случае люди часто путают социальный фонд и Управление социальной защиты. В Управлении остались только региональные выплаты, а в социальном фонде – федеральные. Федеральные выплаты мы передали во вновь организованный социальный фонд, который организовался в ходе слияния пенсионного фонда и фонда социального страхования. Сейчас это единое социальное пособие. В соцзащите на детей выплаты остались на малоимущим семьям, на рождение ребенка, на ребенка из малоимущей семьи. Обратиться в Управление соцзащиты можно напрямую, а также записавшись на прием по телефону или через сайт учреждения. Преимущество второго способа в том, что человек приходит к определенному времени и не сидит в очереди. Справки по телефону 9-81-26. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.